Всем привет! Сегодня у нас экстремальное эпичное видео. Хочу проверить свой токарный станок на максимальные режимы. То есть здесь есть такая таблица с подачами. Подачи начинаются от 0,06 наоборот до 0,9 наоборот. То есть практически 1 миллиметр наоборот. Так как двигатель у меня подключен непосредственно на шпиндель станка, то есть здесь отсутствует коробка скоростей. Скоростя управляются через частотник. Поэтому есть некая интрига, потянет ли частотник такие режимы и вообще двигатель напрямую сможет ли обрабатывать так. Сталь, например, выбрал вот такой пруток. Это какая-то авиационная сталь. Так, заглубление сделаю 5 миллиметров. Включаем подачу, поехали, ребята. 0,2 миллиметра наоборот. Вообще спокойно обрабатывается, двигатель даже не напрягается. Можно посмотреть, какая частота на частотнике. Я его спрятал вот сюда, 20 герц. Добавлю еще, потому что что-то как-то глубина меня не устраивает реза. Попробуем заглубиться на 7 миллиметров. Идет уже посложнее. Такое ощущение, что маловатые обороты. Давайте добавим, смотрим. Все прекрасно идет, но 0,2 миллиметра это, скажете вы, полная фигня. Давайте поставим 0,4 миллиметра наоборот. Поехали, ребята. 0,4 миллиметра наоборот. Вот такая вот жесть. Какие-то гигантские палки получаются. Да, вот это уже серьезно. Давайте добавим и сделаем 0,64. Еще две десятки добавим. Так, это совсем не шутки уже, ребята. Я надеюсь, двигатель не остановится, все будет нормально. Опа! Пошла жара. Не, ну это просто фантастика. Конечно, очень жестко, спору нет. Даже получается жесткости под такой резец у станка не хватает, отжимает. Шпиндель либо что-то здесь отжимает, потому что, как вы видите, довольно-таки большая глубина потом на выходе в обратную сторону. Так, ну и обещал я вам проверить 0,9 миллиметра. Сейчас мы это сделаем. Глубина врезания останется та же самая. Нужно немного высунуть пруток. Хочется все это дело возле патрона сделать, потому что мы проверяем мощность привода, а не жесткость станка. Итак, что нам нужно для этого? Нужно барабан на четверку поставить и все, будет 0,9 миллиметра наоборот. При частоте на частотнике 20 герц. Вот эта стружка до сих пор тяжелая, то есть горячая. Ладно, поехали, друзья. Пробуем 0,9 миллиметра наоборот. Вот такую резьбу нарезает. Просто жесть. Все, не хватило. Да, это уже просто моща. Не хватило станку. Заменил пластину, ребята. Не потянул станок такую мощь. 0,9 миллиметров в подачу наоборот, на глубину. Порядка 6 миллиметров была глубина. Сейчас я уменьшил до 4. Уже немного попробовал. Вроде бы берет. Сейчас попробую вместе с вами. Поехали. Смотрим, как оно заменил пластину. Обратите внимание, как быстро идет. Отъехал суппорт. Еще не приноровился к станку. Здесь немного все по-другому. Вот так вот оно идет. Если увеличить, то дело идет веселее. Вот мы даже получили стружку 0,9 миллиметра наоборот, ребята. Это рекордная стружка теперь для этого станка. Больше, я думаю, не стоит пробовать. С подачей мы определились. Станок получается на что-то способен. Теперь попробуем на максимальную ширину стружки. А потом попробуем большой диаметр. Как пойдет с большим диаметром, тоже очень интересно. Максимальное, что удалось добиться. На подаче 0,2 миллиметра. Меньше как бы на таком станке особого смысла не вижу. Потому что очень долго это все будет происходить. Ну и вот такая стружка, друзья, получается. Теперь ставим большой патрон, чтобы зажать большую болванку. Снимаем. А на его место ставим патрон немножко большего размера. Возьму вот такой стальной блин диаметром. Чтоб не соврать, 125 миллиметров. Такой патрон на многое способен. Но мы сейчас проверим, на что способен станок. Если нам нужны такие маленькие обороты, мы делаем вот что. Мы здесь выключаем. Здесь мы включаем вот так. И добавляем на двигатели. Вот так, например. Теперь мощность просто неимоверная. Включаю. И мы смотрим. Без всяких проблем, без особых напряжений все пошло. Давайте увеличим обороты. Как-то мало их. И добавим подачу. Подача 0,4 миллиметра на оборот. Вот так прекрасно идет на большом диаметре. Драть можно спокойно. Надо выровнять ее полностью. Включился буст. Слышно по частоте. Включился буст. Это уже был перебор. На переборе идет неплохо. Но все равно я ожидал немножко большего. Если по чесноку. Давайте попробуем без перебора, на что оно способно. На вот таких оборотах, на небольшой подаче. Здесь уже гусарствовать мы не будем. Но 0,2 миллиметра, я думаю, стоит дать. Включил без перебора. Как мы слышим, гораздо тише работает. Поехали. Пару миллиметров. Пробуем. Идет в общем-то, худо-бедно. Шуршит металл. Стружка не синяя. Можно добавить. Добавим немножко. Хорошо пошло. 0,2 миллиметра наоборот. Можно немножко добавить. Попробовать как будет. Напрягся двигатель, но идет нормально. Пошла хорошая стружка. Да, это предел, ребята. Чувствуется, как напрягается двигатель. Это предел. Значит, что мы имеем 0,2 миллиметра наоборот. И уменьшение диаметра на пределе. Был диаметр 123. И уменьшился до 118. То есть 5 миллиметров с диаметра мы уменьшили. Попробуем еще на больших оборотах. Стружка по-прежнему не синяя. На прошлом прутке стоило чуть-чуть дать и уже вот такая синева. Здесь уже в принципе те же самые обороты, только большой диаметр. А она все еще не синяя. Насколько разный металл. Резец не чистовой стоит, но можно получить вот такую чистоту поверхности. Очень даже красиво. Торцанул еще заготовку. В общем, нужно делать такие испытания, чтобы знать возможности своего оборудования. Вот все образцы стружки, которые получились. Могу вам с полной ответственностью заявить, что ТВ4 на такое не способна. Со своим 1 киловаттным двигателем и со шпинделем толщиной с мизинчиком. Это шутка, конечно, ребята. Но станок меня очень сильно порадовал. Я думал, прямой привод от двигателя на шпиндель будет как минимум в 2-3 раза хуже работать. Друзья, кому было интересно данное видео, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. У меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока!